здравствуйте уважаемые зрители добро пожаловать на цска арену которая сегодня дом родной для московского спартака именно здесь спартаковцы принимают магнитогорский металлур продолжается атака магнитки не страшила блокирует с дальнего пятака здесь компактно расположились спартаковцы и нестор шелун в общем бросок было особо некуда плечом гудочек или нет или все-таки в шлем ему в масса попадает шайба после броска мазякина и парировав этот бросок гудочек показывает что ему необходима пауза и помощь попадание шайбы в голову не автоматический повод для остановки игры так что арбитры дождались момента когда рылов здесь уже этой шайбой завладевал спартак в полном составе но магнитка продолжает атаковать чибисов шайбу берет контроль дожидается помощи от яковлева яковлев переводит на удобную бросок гол как он попал непонятно 1 0 егор яковлев выводит свою команду вперед самом деле там попадает что ближний верхний угол там нечем ловить ее чисто физически вратарю нечего ловить ничем ловить потому что над пространство над плечом остается все равно туда добраться нет не получается вратарю если конечно не василий кошечки да которому у которого штанга заметно ниже ниже плеча яковлев и не позволил просить сильно акцентированно с замахом а такие броски для кошечки на разминку башнин уже на льду радио бросок гол 1 1 как и магнитка спартак на волне своего большинства все-таки радует алексей маклакова и остальных болельщиков красно-белой команды 1 1 за 5 29 до конца первого периода зеркальный ответ я бы сказал спартака и снова передача под дальнюю синюю хольм тут один против превосходящих сил соперники рылов убирает на неудобную но опять же в очередной раз габариты кошечкина служит ему хорошую службу он переместился и убрал рылов на неудобную а бросать куда а бросать некуда дронов не успокаивается снова заходит на цель снова с пустыми руками возвращается от ворот соперника здесь не пошла дальняя передача проблема спартака в том что концовку второго периода магнитка очень здорово проводит мощно и тут еще большинство и поэтому нет удивления что вторая шайба влетает в ворота спартака под занавес 2 20 минутки совсем немного времени потребовалось магнитке чтобы численные преимущества использовать и кулемин похоже он второй раз в этом сезоне огорчает спартак любому пасу точность не помешает что первому что последнему торченек в бросок отбивает кошечки а дальше бакош придумал передачу но она до партнера не дошла бэк таким тараном движется более того он успевает ого че себе что тут гудочек творит срывает аплодисменты трибун предотвратил выход один на один тейлора бэка своим движением юлиус гудочек и после этого продемонстрировал великолепное владение вратарской клюшкой без суеты терпеливо магнитка обороняется холь и пас на пятачок 3-1 чибисов зафехтовал эту шайбу в ворота и вот пожалуйста холь между прочим метод хольма на только что вспоминали и я хотел добавить твоим словам что мало того что методичного очень организованно обороняется магнитка еще и все четыре звена используют нападение